Нейхао! Так только... Ооо, Кэтрин? Точно Кэтрин, выглядит как... Кэтрин? Здравствуйте, дорогие подписчики и зрительные каналы, с вами снова Кромовы, продолжаем играть и к нам и в игру... Сома! Убежали от вонючей собаки. Потеряли руку. У меня этого не видно пока что, но... Вроде как мы отравили эту хрень. Вроде как. Он доказал, так сказать, свое... Свою нужд... Нет, а как это сказать? На, общусь, фиолетовый свет, как будто антикстор едут. Доказал, так сказать, свою... Как это... Это же станция Фии. Надеюсь, это ковчег. Что ковчегу телем, пока до сюда шел. Да. Вот. Тот чувак, он доказал свою верность нам, потому что он сам пожертвовался, по сути. Потому что он сказал, давай, говорит, я тебя сам туда приведу. А потом, ты хрень, как у вас съест? И уааа! Короче, прошлую серию посмотрите и все поймете. Теперь, кстати, он не будет нам досаждать, я так понимаю. О! И Кэтрин, давно пора. Увидеться нам было. Что это у вас там с рукой? Сложно объяснять. Мне только нужно... Одно. Скажите, у ковчеги у меня будут обе руки, так? Да, конечно. А вы как там в норме? Вы можете работать? Да. Давайте уже заканчивать. Вы нашли ковчег? Нашел, но подарок и потерял, когда ехал на вагонятке на Фии. Так что он должен быть где-то рядом. Отлично, идем к нему. О! Это я люблю. Свет включу. Почему тут такой свет яркий? Ничего себе. Хоть где-то с электроэнергией. Хорошо, Фия работает. Замечательно. Что нужно, скажем? Ты будешь мне дверь открывать? Мы должны найти ковчег. Вы узнали, что случилось с командой ковчега? Не совсем. Они почему-то не закончили запуск ковчега и забрались. Натал, надеюсь, космической пушкой все хорошо. Да, я ее починил. Вряд ли я смогу починить. Да, руки у меня явно теперь нет. Ну, что-то монстр-то вроде не особо умер. Хоть я его и отравил. Он гуляет теперь спокойно. А я вот теперь еле спускаюсь. Надеюсь, не зря я это сделал. Через какое-то время его реально отравят и полностью он там сдохнет. Это ковчег? Нет, это не ковчег. Это пушка, что ли? Это прямо самый долгий день в моей жизни. Неужели прошел всего день? Я не знаю. Для меня с нами ваш поход просто мешанина событий. Ну, а сколько сейчас времени? Какое число? 11 мая, 2004, 3.30 утра. Но я не помню, когда мы начали. Так, я так понимаю, мне это надо, да? Можно вставить обратно. Тут никакого, ничего нету, ладно. Попробуем перенести это в другое место. Я так предполагаю, что это нужно где-то в другое место вставить. Знаете, я сегодня проснулся в своей постели, а ведь было сто лет назад. Звучит как загадка, да? Так и есть, я проснулся. Проснулся в своей постели сто лет назад. Кто я? Кто я? Может, больную руку туда засунуть? Нет, ничего не сломано. Я думал, это починит что-то, но это не... Что вы делаете? Я знаю, что это выглядит не очень красиво, но то я чувствую себя лучше. Проще сосредоточиться. То есть... Но вы же подключались к НИУ. Так надо, понимаете? Иначе я бы до сюда не добрался. Пойдемте дальше. То есть она не знала все это время, что я хилюсь с помощью нее. А с ума сойти, где я оказался? Мало того, что я в будущем, так еще посредине океана. Я ничего не знаю о том времени, о том, как выглядит мир. Но вы немного потеряли. Как домены, все нормально. Да, вы уж не перехвалите, а то вдруг овчек... И теперь дом, вы правда не скажете, что у вас с рукой? Мне пришлось остановиться на станции Альфы и помочь убить НИУ. Что? Как? Зачем? Чтобы больше не мучить память человечества. Ладно, давайте продолжим уже. Давай, что мне обратно идти с ним? А что вы сделаете, когда попадете на ковчег? Ну, первое дело. Проверю безопасность ковчега, стабилизирую траекторию, активирую. А что будет делать как человек? А-а-а. На облака смотреть? Это считается? Думаю, да. Так, а куда мне его тащить? Я вот не совсем понимаю. Я там что-то включил, не включил. Тут ничего не открывается. И как бы ковчег у меня на руках, и я с ним никуда подняться, не смогу. И положить его тоже не смогу. Кроме засунуть. Может он как... Ядро должно быть помещено куда-то. Мы же его в космос отправляем. Да мне его засунуть. Будем искать место, куда его пристроить. Так. Вам ковчег не нужен? Недорого. Плядь. Не знаю, куда его засунуть. Ладно, давайте побегаем, посмотрим, что здесь еще есть. Ну, может по лестнице ты не понимаешь. А, тут, кстати, какая-то. Ну-ка. Кнопочка. Кстати, рельса. Она должна вести ковчег. Так что, в принципе, мы правильно сейчас идем. Ох ты, боже мой. Вы предлагаете оставить его здесь? Но ведь тогда вся затея теряет смысл. Вечность среди звезд, помните? Люди в ковчеге не заметят разницы. Мы можем просто оставить его тут. И тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100-километровой пыльной атмосферы. Оболочка выдержит давление? Шансы не очень большие. Катерин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете. Я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте продолжим, пока я... И подумаем. Всегда успеем запустить. Нет, мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти. Чтобы запустить его. Там есть надежда. А здесь только чертов террариум, в котором мы все подохнем. Бросьте, Катерин. Разве я много прошу? Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет, мы запускаем его сегодня. Это проект мой ковчег. Уже не только ваш. Вы что, не понимаете? Это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега. Я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Успокойтесь, люди. Отойдя от меня. Что, мать вашу, вы сделали? Это несчастный случай. Катерин, поговорите со мной. Катерин. Вот, собственно, Катерин. Боже мой. Катерин. Вы что-то сказали? Это вы. Несчастный случай. О чем вы? О, вы о Катерин? Не волнуйтесь, так даже лучше. Ты что, серьезно? Как она умерла? Вы начали спорить с коллегами. Они хотели... Не хотели рисковать и запускать ковчег. Думали, что он не пройдет через мотофицера. Они убили меня? Я уверен, что неумышленно. Просто пытались не дать вам провести запуск. Кажется, я нашел камеру. Что вы видите? Это очень большая открытая гильза, которая готова к запуску. Отлично, все готово для ковчега. Думаешь? Приступаю. Как они могли меня убить? Катерин. Я понимаю, что характер у меня непростой. Просто я думал, что они мне верили. Перестаньте. Не надо так. Так, что надо нажать, чтобы запустить его? Не-не-не, не надо. Я уже слышал. Куда мне? Чего? Мне, наверное, опять надо принести сюда эту штуку. Да, ее надо сюда вставить. Точно-точно еще пойдем. Куда я ее там вставил? А у вас были друзья в Торонто, Саймон? Настоящие друзья. Было несколько. Джесси, Шон, Кевин. Я всегда хотел иметь друга. Настоящего. Того, с кем можно не сдерживаться. Я буду вашим другом. Дружба с жалостью. И еще лучше. Так, блин, кровь, кстати. И внесли сюда же. Как думаете, ковчег пройдет через атмосферу в космос? Это уже не особо важно. Надо просто попробовать. Если сгорим, так сгорим. Если повезет, дадим человечеству надежду на новую эру. На землю ковчега энергии для работы хватит на несколько десятилетий, а в космосе на тысячу лет. Но все-таки риск малый, не малый. А здесь не было никогда гарантии. Только надежда. Это все? Я не очень знакомый с такими разными родами орудиями. А вот. Все системы готовы. Начинаем. Вернитесь, и мы подойдем к орудию. Так, мне вернуться в самое начало? Или в какое начало мне вернуться? Надеюсь, что вот сюда. Ой, блядь, я пока поднимусь, сто лет пройдет. Да уж. Ладно. Надеюсь, он доволен. Хоть его и убило. Вроде это какой-то даже доктор, судя по тому, что мне говорит Элья, просто немножко потерялся. Ладно. Так, сюда. И что теперь? Теперь надо вставить снаряд в пушку, а потом... Бабах! Вы ничего не забыли? Как мы с вами попадем на ковчег? Разве не нужно нас просканировать? О, не беспокойтесь. Космическая пушка Омега управляется не голыми руками. Выходит, тут место пилота? Как на Омикроне? Да, мы можем с его помощью перемстять нас к ковчегу, управляя пушкой. Сразу двух зайцев. Возьмите умный инструмент и подключите его рядом с сиденьем, а я дам вам указания. Хорошо, ничего себе. Космическая какая-то игра начинается, судя по всему. Так. Карта площади. Мы здесь. Так, давайте посмотрим еще что-нибудь напоследок. Тут же много чего. Спутник загружается в снаряд. А снаряд ускоряется электромагитами... Нет. И как диты в трубе, да. А снаряд набирает скорость, достаточно чтобы преодолеть земную гравитацию. При выходе в космос спутник забрасывает в себя оболочку снаряда и раскрывается. А-а-а. Маневрирование реактивной двигателем выводит спутник на орбиту. Прикольно. Так. Тоннельный транспорт. Подожди. Ерния, деятельность. Входящий. Понятно. Журнал запуска. Хайцум. Такая ля-ля-ля. Задание выполнено. Задание выполнено. Понятно. Что ничего не понятно, на самом деле. Ладно. Так. Режим ожидания. Значит, вставляем пробоим, вернем инструмент. Поступ разрешен. Дверь закрывается. Ну что, хоть здесь-то все нормально работает. Мне не надо будет трубы оттирать. Или это не надо? Или надо? Или это другое совсем? Нет, вода опять. Ну ладно. Надо пойти зарядить в пушку и выстрелить. Дело за малым осталось. Открывайте. Я уже жду, не дождусь. Мы для этого всю игру шли сюда. Надеюсь, я не зря отравил то создание. И это теперь каким-то образом поможет мне. Очень надеюсь. И че? Ага. Отлично. Так. Мхера себе. Это что, все предметы пушек? А, это пушка сама вот эта, скорее всего, которая электромагнитными этими штуками разгоняет ее туда. Осторожно, опасно. Будьте внимательны. Значит, вставляем Катрин. О! К такому не привыкнуть. Вам так уж и не надо боя. Скоро все закончится. Точно. Садитесь. Так, я буду стрелком. Ну, давай. Все как в первый раз, собственно, так и есть. Вам удобно? Конечно, я весь предвкушение. Так, сейчас я включу сиденье. Вы будете управлять машинами и загрузите снаряд в орудие. Ого. Так, ладно. С этой... Как эту штуку управлять? Не знаю, никогда не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблем быть не должно. Ай-яй-яй. Так я сам пушка, лол. Воу, я могу куда угодно. Ну, вот сюда. Очевидно. Так, а че, как кого? Право изумить. Крейн, Шейн, Жейн, Хуэйн. Как спускаться? Я могу дальше поехать. Ну, здесь нужно только вот на эту штуку сфокусироваться. А вот. Так, взял. Отпустил. Дальше куда? Сюда, что ли? Так, ну вот сюда. Погружаем. Снаряд погружен. Так. Теперь нужны угол. Начинаем? Хорошо, я готов и жду вас. Нажмите кнопку, и мы отправляемся. Нам надо перенести наш разум на Ковчег. И еще надо, чтобы он обязательно запустился. Так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте, и мы все полетим. Полетели. Начинаем. Казад пути нет. Инициативное сканирование. Спасибо, Саймон. Да не стоит. Вы совершили невероятное. Знаете, я за это очень признательно. Что надо делать еще? Ай! Блядь. Сканирование запущено. Осталось 20 секунд. А успеет ли нас? Что так долго грузится? Уже скоро. Я думал, будущее грузится намного быстрее. А? Сейчас я не успею, да? Ну, Катрин успела. 10 секунд! Ебать, я не успею. ГГ, Саймон. Нас оставили. Вы шутите! Три. Нет! Ел! Так, а это другой Саймон, да? Надеюсь. Готово. Так написано, что готово, но не завершено. Эй. Я еще тут. Я еще тут. Катрин! Я здесь. Что случилось? Что пошло не так? Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут. А, наши копии. Точно, мы же копии. Нет. Мы же садились на Ковчег, я это видел? А оно закончилось загружаться перед запуском? Да, я видел. Так почему мы здесь еще? Саймон, я вам сто раз уже говорила, как это работает, а вы не слушайте. Вы знаете, почему мы здесь? Нас не перенесли на Ковчег, а скопировали. Игра с судьбой проиграна. Вами и мной, как и Саймоном на Амикроне, как и тем, кто умер в Торонто сто лет назад. Нет, нет, это все чушь. Мы такой путь проделаем, мы запустили Ковчег. Понимаю, мало радости, но зато наши копии, там Кэтрин и Саймон сейчас на Ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятили? Мы тут умрем, а эти сволочи будут жить себе в космосе? Это не мы. Они, не мы. Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. Я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку долгой истории человечества. Далее жить дальше. Нет, нет. Да в гробу я так дал. У вас тоже, Кэтрин, вы врали, а я вам верил. Я слушал вас, а вы сказали, что мы попадем на Ковчег. Мы и есть, Ковчеги, идиот. Я не врала. Да, я не могу отвечать за вашу тупость, чтоб вас. Теоретическая ошибка. Вот и Кэтрин теперь. Пожалуйста, не бросайте меня. Кэтрин? Кэтрин? Это на самом деле забавно. Я... Эта игра на самом деле заставляет задуматься, по сути. Но вот над этим, над этой концепцией, когда люди отправляются в космос. Да вообще можно сказать, что... Вот если прям совсем не ставить себя в положение Саймона, если мы, конечно, были бы все на месте Саймона, мы, конечно, тоже бы охуевали от всего, по сути, да. И если вот так вот отстраненно думать, то, по сути, Саймона не существует. Ну, больше нет его. Это реально его копия. Он... То, что он ходит в костюме, это ж не он, это ж робот, это ж его сознание скопировано. По сути, это не настоящий он. А с другой стороны можно задуматься, блядь, а почему это не он? Ну, по сути, это же он. Он ощущение, чувство, чувство, ему плохо, плохо. Ему... Грустит, грустит. Тоже человек, сука, тяжело. Вот, и не объяснишь это просто так, на двух словах. Даже я не могу это объяснить просто. Реально, вот я отправил человечество, а по сути, никого не отправил. Это, блядь, просто кусок программ, скопированный на носители, которые живут там. Но, если задуматься, то каждый из нас та же самая, сука, программа. Но, если задуматься... Короче, это реально заставляет задуматься. Игра интересная. С вами был Кромбл. Оставляю все на ваше усмотрение. Я могу сказать, что игра классная. Есть местами, конечно, моменты геймплея какие-то, какие-то мне понравились. Но, в общем, и целом игра была крутая. Всем спасибо, ребята. Всем удачи, всем пока. Ну, давай, уже загружайся. Там продолжение, лон. Мы ковчег попали. Все-таки, одна из нас и копии. Можно встать? Какая-то такая себе тут... Ого! Это сработало? Это сработало? Да, я узнаю. Ну, вот, собственно, наша одна из копий здесь. Похоже. Какой-то пещере фиговый. Я не хочу в пещере. О! Вау! Вот это уже лучше. Это уже круче. Десять тысяч лет, говорите. Надеюсь, я здесь не один. Люди же еще должны быть. Здесь должно быть много людей. Хоть кто-нибудь. Я же не один здесь. Это же совсем скучно будет. Ну, да. Пока, вроде, все красиво и интересно выглядит. Цветочки, солнышко, небо. Вообще все есть. Классификация. Опрос. В3. Здравствуйте. Я начинаю. Не хочу я опроса проходить уже. Спасибо, блядь. Напроходился. Красиво. Красиво, красиво, конечно. Графон в этой игре может быть не самый суперский, скажем так. Но, в общем и целом, они передали атмосферу того, что здесь все-все классно. Собственно, да. Тут даже трава проминается. Не в каждой игре такое есть. Даже современный. Ихоу. Так только... О, Кэтрин? Ну, точно Кэтрин. Выглядит как... Кэтрин? Глаза, мне верю, у нас получилось. Получилось. Прямо гора с плеч. Все хорошо, Сэм. Теперь все хорошо. Значит, все сработало, действительно. Мы на орбите Земли. Теперь летаем здесь 10 тысяч лет. Только-только наша планета, она как бы... Вернее, наше существование, но... Заперто. В этой хрени мы не сможем продолжить наш срод никаким образом. Это единственная, наверное, проблема. Если все остальное забыть. Хм. Ну, она на солнечных батареях, то есть она сама себя питает. Поэтому она так долго будет жить, 10 тысяч лет. То есть, по сути, пока не износятся полностью все детали, а в космосе полные. Единственное, что может произойти в космосе, это если каким-то мусором нас ударит, или мы обо что-нибудь ударимся, тогда-да. Это, кстати, не учтено. А это вполне может случиться. Хотя, какой шанс? Космос настолько огромный, что просто... Пф. Да. Вроде как и плохой конец, а с другой стороны и хороший. Такое. Жалко, что мой выбор засунуть руку никак не отразился на игре. Ну ладно. Хоть бы повлияло на что-то. А может, кстати, повлияло, я не знаю. Может, реально есть плохие концовки в этой игре, но я что-то сомневаюсь очень сильно. Ну да.